всем привет друзья в студии даяна брюд про и программа несерьезные люди прямо сейчас с 13 до 14 этот час проведу с вами я я буду как всегда не одна а с такой привлекательной очаровательной жгучей брюнеткой алина ян которая является не только ведущей телеканала russian music box а также с недавних пор она стала певицей и попала в одну очень крутую номинацию об этом мы с ней поговорим буквально в скором времени а сегодня хочу всех поздравить с днем флага и сказать что мы самая крутая сильная держава и хочу вам сказать наслаждайтесь этими последними теплыми деньками а также кто сидит дома звоните нам студию по номеру 4 9 5 2 7 6 2 9 49 ну что мы посмотрим первый клип алины ян он называется стой и сразу же после него она появится со мной здесь в этой студии алина стой что ты там творишь что ты там вытворяешь она целуется с чужим мужиком женатым как-то могла ты знаешь алина я ничего никогда не останавливала и женатые мужики и камера мне было сюда все равно тогда не останавливайся и здоровься с нашими зрителями привет дорогие мои я очень рада присутствовать здесь спасибо что пригласили я очень счастлива что именно ты со мной сегодня проведешь целый час я думаю будет жарко вот много юмора алина ян искрометно умеет шутить вот друзья я знала кого звать в нашу программу несерьезные люди ведь название оправдывает самой себя алиночка ты готова я кашу к моему блиц у прекраснейшему он будет очень такой достаточно длинный поэтому ты можешь выбирать один из вариантов можешь что-то как-то порассуждать на тему а может быть выбрать какой-то вообще третий свой не обещаю что буду отвечать честно но но хотя бы чуть-чуть постарайся правдиво бейонсе или риана бьонсе молодость пластической хирургии уколами красоты или натуральное старение молодость и все такое что сказал забегаловка или ресторан ресторан и забегаловка тоже с утра почему бы нет молодец живьем и грязно или под фанеру но чисто под фанеру но чисто нет живьем на чистый я говорю ребят если мы еще под фанеру и грязно будет блондины или брюнеты большие деньги или репутация репутация аэропорт домодедово или шереметьево туалетная бумага внутрь концом или наружу блин а можно третий вариант парашют или тарзанка вообще на самом деле не люблю экстрим поэтому лучше хорошая компания друзья и рестораны то есть не в мире ни разу не было у тебя ни того ни другого и не так что будет никогда не будет я очень берегу своим здоровьем и вам советую и тебе тоже соленая или сладкая тоже ни разу не делала ни того ни другого я боюсь я боюсь я люблю горькое горько это намек от алины ян что нет когда свадьба борщ или бургер борщ а в самолете выбираешь сон или книгу сон я очень мало сплю поэтому самолете меня прям моментально как я только присаживаюсь и начинаю спать а слюна и хороший сон рестораны и клубы или домашние вечеринки рестораны и клубы и чем больше тем круче а потом и домашние вечеринки и все это перетекает потом на следующий день в общем постоянные тусовки каражная девчонка на неделю уходим неделю клипы снимаем потом неделя отмечаем далее театр или кино театр удобно или красиво красиво черный пиар или забвение ну когда тебя забыли черный пиар совет или собственная ошибка собственная ошибка и совет который я в принципе никогда не буду слушать но могу прислушиваться а калка управлять совет спрашиваешь обычно обычно мне мама советует но это моя мама что-то мне мужу совет и только то что посоветует лучше всего и с опытом и родной человек ну знаешь ли маму советуют исходя из того что она просто переживает за меня и боится то что можно что-то произойти поэтому совет и и в принципе можно не слушать потому что они сюда на благо не мне а ей не на кстати немножко не права в этом плане тоже всегда думала что на благо им а сейчас понимаю насколько родители мудрые они прожили целую жизнь и всегда в точку все ну в основном потом потом убедишься в этом читать мысли или видеть будущее считать мысли и видеть будущее а кредит или копить нет а не это не знакомо ну слава богу активный отдых или пассивный активный самый активный который может быть не спать просто отдыхать и кайфовать нас удастся жизнью потому что пока мы молоды и красивы нам нужно отдыхать и да спать я всегда как зануда говорю а надо работать когда если не сейчас пока мы молоды на пенсии же мы же не сможем уже так креативить как сейчас а вот у алины ян другое мнение абсолютно противоположное моим алина яна на пенсии будут креативить детсад или няня будут стать детишками няня конечно не они море или горы море я живу в сочи поэтому меня и море и горы класс это кайф самый запоминающийся подарок в твоей жизни так не знаю так не могу вспомнить на скидку не помню какой-нибудь может быть песню тебе дарили нет не было такого нет или машину или путешествие какой-нибудь наверняка же были таки лаганута настолько ну не не так запоминающийся как я думаю что искренняя чистая любовь например от если такая тема ты вообще влюблена сейчас тебе есть молодой человек мужчины такие вопрос на самом деле потому что я артистка и я думаю что если я хочу чтобы мужчины были вокруг меня постоянно вились любили меня восхваляли писали в инстаграм комментировали то я думаю что моя личная жизнь должна оставаться только моей личной жизни только я буду не знать до сердца артиста всегда свободно кто бы он ни был мужчина или женщина полос согласно да с тобой меня поняла что алиночка вот смотрели твой клип первый стой как давно он был снят это был моя первая дебютная работа год назад в нем принял участие гагунский виталий очень-очень первый опыт был шикарен он меня раскрыл полностью со всех сторон я не стеснялась не смущался ну в принципе я такой человек что мне очень тяжело чтобы я засмущалась да да поэтому я была как рыба в воде было очень все круто вот она сейчас обманывает мне немножко потому что я знаю алина немножко по ту сторону камер она очень скромная такая застенчивая немного я знаю какой-то человек на самом деле совершенно другой но это интересная позиция быть и такой и такой вот это это на самом деле лучше когда человек раскрывается не сразу весь вот какой он есть а именно с разных сторон что ты умеешь быть такой такой это очень интересно вот для меня лично скажи классно работать с людьми которые из кино да они на тебе помогают они знают как все это нужно как построить да как вжиться в роль и помогали тебе еще до со стороны ну знаешь на самом деле когда я принимала участие в своем клипе я была актриса мне казалось что я очень отлично отыгрывая и поэтому мне было так без разницы он тебе не помогал сексуально там была сексуальная сцена не постельная но ближе к этому ты поцелуяли они тебе легко дались да я очень хорошо да мне прям даже понравилось надо было тогда во втором в третьем клипе это тоже использовать но у нас второй клип уже немножко другая концепция это более с юмором идет там вот и буду я говорить посмотрим мы вот второй клип посмотрим а я всего лишь женщина давай начнем с того что изначально ты стала ведущей программы бэкстейдж с алиной ян на телеканале russian music box правильно я и продолжаю быть ведущей а мне нравится быть ведущей очень расскажи о своей программе немножко чтобы люди понимали так как холдинг у нас один юмор бокс music box и russian music box вот алина как раз является ведущей на телеканале russian music box расскажи о своей программе какой бэкстейдж тебе больше всего понравился вообще что ты любишь в своей программе что у тебя там интересного необычного ну вообще на моей передаче на и бэкстейдж я сама там необычная неординарная звезды очень мои любимые звездочки очень любят когда к ним прихожу потому что когда появляюсь я нас там смех веселье все забывают о том что они снимают клип мы много смеемся шутим мы общаемся конечно дружим но сама по себе концепция программа заключается в том что я хожу и беру интервью у них да и backstage на съемках клипа на основном да они рассказывают мне что происходит я выпытываю просто всеми возможными и невозможными способами что будет в сюжете что будет сюжете некоторые не хотят раскрывать мне концовку я вам спрашиваю у кого только можно но в итоге все равно алина ян всегда все узнает всегда расскажите сюда всегда все вам покажет и было у ханы ты была у мити фамина да на съемках клипа еще у кого было расскажи ой я была практически уже у многих я я просто мечтаю попасть на съемку клипа филиппа киркорова хочу баскова очень хочу лабадо вот так на самом деле у михайлова была и ст было кстати птахи это кстати так это самый первый исполнитель которого я взяла интервью очень даже легко все получилось я ни разу не заплылась видишь разницы между тем как ты сейчас ведешь программу как было у истока в самом начале или все-таки рост очевиден рост очевиден но изначально я тоже но не подкачала и начали было все четко гладко просто каждым разом я больше искромет не шучу больше располагаю к себе все вокруг меня постоянно сколько уже идет программа по времени было уже года да целый год у нас же 2 2 сезон у нас потом перерывы будет я уезжаю во вьетнам я во вьетнаме живу вот я живу на три города на две страны это сочи москва вьетнам ничанг это курортный город я уезжаю в отпуск такой небольшой и потом опять возвращаясь на самом деле я не могу без моей передачи бэкстейдж жить для меня это конечно это твое до моего слушай но ты же уедешь после премии скорее всего после во вьетнам могу как раз сейчас вам дорогие зрители сказать что 5 юбилейная премия совсем скоро она пройдет 23 сентября в крокус сити холл в этом году мы выходим за границы нашей атмосферы музыка вселенной именно под таким слоганом пройдет шоу помогут зрителям погрузиться в манящее пространство космоса характерные декорации неожиданные спецэффекты и конечно же сценические номера любимых артистов любимых артистов гостями премии в этом году станут аня лора кнюша ольга бузова елка студио макс барских валерий миладзе алина я свой алина ян валерия стас михайлов я между валерия и стасом михайлов и группа депара кит а также многие другие билеты без наценки можно приобрести по номеру плюс 7 9 2 6 0 3 3 3 3 3 0 0 9 2 6 0 3 3 3 3 0 0 алина ян тоже будет там и вот мы подошли к собственно к этой самой теме что ты у нас попала в номинацию смотрите премия состоит из того что там есть номинации там группа года певица года альбом года прорыв года блогер года и есть еще раскрутка года вот алиночка ян у нас попала в номинацию раскрутка года со своим клипом еще одним очередным который называется а я всего лишь женщина давай поговорим об этом клипе кто тебе сочинил песню и вообще передадим привет я знаю у тебя есть продюсер между прочим я попала в раскрутка года и еще и победила ты прошла да там есть первый этап это пред номинация где не помню сколько исполнили нации да и проходят 6 дальше что-то такое вот алина из пред номинации голосовая голосование прошла в номинацию соответственно сейчас до двадцать третьего числа все продолжайте за голосовать за алину и тогда возможно она победит и станет лучшей да конечно по другому не может быть когда можно проголосовать ну на сайте на сайте наша мюзик-бокс уже есть фотография да можете просто голосовать все мои любимые родные и близкие голосу и марина ян должна победить но даже это не съесть не случится я не буду сильно расстраиваться потому что у меня будет намного больше сил и рвение идти вперед 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 и уже на следующий год взять поддержать победу это сто процентов вот здесь встретимся на следующий год я просто выиграю это по-другому быть не может алина ян по жизни победитель а расскажи откуда у тебя такое в характере что ты всегда хочешь быть первой на причем ты как ты это так делаешь очень кротко вот ты сейчас даешь вызов а потом ты так тихим сапом раз-раз-раз там 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 и вот она уже в дамках как так получается хитрость женская я думаю что моя сумасшедшая харизма и умение общаться с людьми находить с ними общий контакт я на самом деле очень люблю людей люблю общение для меня самое важное не когда не пойду по головам этого такого не будет для меня самый важный это мой авторитет и отношении людей ко мне я хочу чтобы относились люди ко мне так как отношусь я к ним есть я вижу что есть люди ко мне относятся нет ну не так от мне бы хотелось что я прекращаю любое общение если свет становится просто нэн не общая стать людьми на счет 이거 брал торо мой родитель самым лучшим свете и И я его очень люблю и уважаю, Георгий Иваченко, я постоянно говорю о нем, никогда не упускаю момента напомнить о том, что он в тебя поверил, он тобой занимается. Он очень переживает за меня, я пишу ему в эту ночь, утром просыпаюсь, слова благодарности, я никогда не предаю людей, не забываю тех людей, которые мне помогают, помогали и будут помогать в продвижении. Ну и вообще даже он не советует что-то, мы как друзья, мы редко обидимся с ним, но мы постоянно с ним созваниваемся. И сейчас поговорим о песнях, все-таки откуда у тебя вот в такой характере быть победителем? От родителей, может быть? Кто вот в первую очередь в тебя поверил и сказал, Алин, вот сцена это твое, иди занимайся и покоряй Олимп шоу-бизнеса. Или ты сама такая мама, на стульчик встала, спела, пошла, записала себя в музыкальную школу там или еще что-то? Ну да, в музыкальную школу мне записали родители, я благодарна, я хотела всегда... Ты закончила ее? Да, да, я слава, была скрипка. А, скрипка. Это было просто так сложно, ну боже, ну почему все детишки играют, а Алина Ян должна... Мне тоже было сложно. ...должна фигачить на этой скрипке, вот этот разочек, бедный, маленький, несчастный ребенок. Только сейчас, то есть, у тебя столько времени, я понимаю, почему я так чисто пою, но я занимаюсь преподавателем. Сейчас вокалом? Что за преподаватель у тебя? Александра, она очень хорошо. А здесь, в Москве? Да, в Москве, в Москву приезжаем, мы постоянно занимаемся по три часа в день, ежедневно. То есть, пока я не спою свою песню так, чтобы одобрила Александра и мой продюсер Георгий, мы песню не записываем. То есть, вот так, они хотят, чтобы я чисто пела, чтобы... И либо пою, либо не пою. Правильно, чтобы ты могла выйти с микрофоном и при любом раскладе спеть живьем, правильно, да? Да, но самое ужасное для меня это начало занятия. Мы занимаемся три часа, из них два часа мы просто дышим. Распеваем. А, дышите. Это ужас. Ну, это самое основное для пения, это правильное дыхание. Я прям уже прошу, молю, чтобы, ну, пожалуйста, давайте уже начинаю петь. Нет, никто не слышит, у меня все непреклонны. Мне кажется, может, меня ненавидят просто. Слушай, ну вот Георгий написал тебе песню, да? Да, и не одну, все, он мне... И стой он тебе написал? Да, и стой. А, и вот эта вот женщина, она у меня, кстати, крутится в голове. Я буквально сегодня ехала на эфир на машине, и она у меня крутилась в голове. Как там поется? А я всего лишь женщина. Ну да, очень, кстати, красивый мотив. Нет, очень прикольная песня. Я даже уже твоему продюсеру Георгию сказала о том, что песня хорошая, похвалила его, потому что очень неплохая песня. А мы же третью песню только недавно сняли, да? Да подожди, давай, давай, поговорим. Я уже хочу про нее говорить. Мы сейчас поговорим о про нее, давай немножечко расскажем о съемках предыдущих, что сейчас увидят на экране, вот, а я всего лишь женщина. Ну, у тебя там снималась Анна Калашникова, еще какие-то блогеры. Евгения Феофилактова. А, я ее не узнала там, представляешь? А с ребенком она была. А, понятно. Еще кто? А еще, ну, много кто. Ну, там много ребенок было. А ты вот, кстати, все время берешь каких-то известных личностей в свой клип для того, чтобы хайповать, да, как бы за счет... Для того, чтобы можно было легче работать с людьми, которые уже знают, что нужно. Потому что у меня на съемках клипа были и люди, которые первый раз снимались, люди, которые не умеют, не знают опыта в шоу-бизнесе. С ним было очень сложно работать. Мы не могли отснять ничего, не получалось. Камера включалась, они стеснялись. Я не могу работать с людьми, которые вот не дают мне работать дальше. Я вставала, нервничала, поэтому лучше работать с профессионалами, которые, ну, хотя бы не... Могут. Хотя бы могут, да, и знают, что такое камера, и любят ее. Сейчас камера, а они начинают работать, да, они зажиматься. Действительно, и так очень этот такой емкий, долгоиграющий процесс, да, съемочный. А когда еще люди зажимаются, это вообще на года растягивается. Давайте посмотрим тогда клип «А я всего лишь женщина». Георгий Ивашенко, тебе привет, песня хорошая. Надеюсь, вам тоже понравится. И после этого клипа вы нам позвоните по номеру 495-276-2949 и зададите интересующие вас вопросы Алине Ян. Смотрим клип. Друзья, пятая юбилейная реальная премия Music Box 2017 пройдет 23 сентября в Крокус-Сити-Холле. В этом году мы выходим за границы нашей атмосферы. Музыка вселенной именно под таким слоганом пройдет шоу. Помогут зрителям погрузиться в манящее пространство космоса, характерные декорации, неожиданные спецэффекты и, конечно же, сценические номера любимых артистов. Гостями премии в этом году станут Ани Лорак, Нюша, Ольга Бузова, Ёлка, а студия у Макс Барских, Валерий Меладзе, Анита Цой, Валерия, Стас Михайлов, группа «Иностранная Депаракит» и Алина Ян, которая сегодня присутствует со мной в этой студии. Алиночка, билет без наценки можно приобрести по номеру 926-033-3300. Но тебе, наверное, не надо этого делать, потому что ты в раскрутке года у нас участвуешь. Я вот вылетела, она моя прямая конкурентка, между прочим, была. Я вылетела из предноминации, а вот Алина, Ян, попала в номинацию, попала. Ой, только не бей меня. Я тебе твои волосы сейчас повыдергаю. Такие там настоящие или на роль? А, у тебя все настоящие. Конечно, я вся натуральная. Точно, я забыла. Я уже выучила твои фишечки, Алин. Ну что, давай поговорим. Дима Кролл – это продакшн, с которым ты сотрудничаешь уже не первый клип. Сейчас, в данный момент, идет работа над очередным клипом под названием «Вадим, Слава, Рафаэль». «Вадим, Слава, Рафаэль», в общем, песня «Полщина Константина Меладзе». А, да ты что, я думаю, почему Константин, почему Константин? А это такой-такой подмаз? Это такой пиар-ход, да. Практически подмаз, это как так называется подмаз, но у нас пиар-ход, более посовременнее. Ну ладно, ладно, я хотела сказать «подлис», ну ладно. Пиар-ход, простите. Сейчас, на самом деле, обращение Константину Меладзе, напишите мне хит хотя бы один. Константин, ну Константин, ну Константин. А, там есть в этой песне, да? Ну, на самом деле, я знаю, что не Константин мне хиты пишет, а мой бродюсер Георгий Ващенко. Поэтому Константин, не надо мне еще писать, у меня есть кому писать не хиты. Ну да, если с дополнительную плату вы еще и денег дадите, тогда, может быть, и споет она ваш хит, правильно, Алина? Ну, это я подумаю. Вот, ну, может, в дуэте как-то. А скажи, можешь кусочек Константина исполнить? Конечно. Давай. Константин, напишите мне хит хотя бы один. Константин, Константин, есть один аргумент из миллиона причин. Ну, Константин, ну Константин, ну Константин. Костя, you is the best. О, вот вы слышите, мне особенно понравилось, когда ты сделала вот так. Ах, ну это давай ему понять, Константин. Ну я же знаю, что ему нравится красивая, большая, своя натуральная грудь. Не устану об этом говорить, потому что никто мне не верит. Мне тоже начинает, прям уже не нравится. Моя грудь, Константин, моя. А кого ты там играешь в этом клипе? Я знаю, что вот предыдущая работа, она полностью в студии снята, хайповые лица там известные. А вот следующий клип, мы, кстати, тоже принимали небольшое участие с нашим режиссером и оператором Илюшенькой. И сыграли такую мини-односекундную роль в твоем клипе, Константин. Ну да. Там именно такая тема идет, вот как сейчас модно снимать, с какими-то диалогами, да? Идет-идет песня, потом какой-то диалог, потом опять песня, опять диалог. Такого будет характера клипа? Да, я как мои звездочки, у которых я беру интервью в экстейдж, я не буду скрывать задумку, концепцию клипа. Что мне скрывать? Я сейчас все расскажу. Давай, давай, давай. В общем, задумка клипа такова. Приехала я из деревни. Просто забор спустилась. Забор спустилась, мечтая о счастливой и хорошей жизни певицы, блистая по телевидению. То есть мне нужно было, это необходимо. Я приехала покорять. И меня встречает София, это очень известный блогер. Она начинает меня учить уму-разуму, как добиться мужчины. Но у нас ничего не получается. На съемках этого клипа было очень смешно. Я никогда не думала, что София такая смешная. Она очень смешная. Мы так и жали прям с ней. Представляешь, с ней мы два дня провели вместе. Она очень смешная девчонка. Она молодая. С ней веселая, но с ней весело. У нее такое тонкое чувство юмора. Тюменское такое, да? Она же из Тюмени. Да, она очень крутая, очень. Еще у меня в клипе, например, участие Юлия, это известный блогер. Она учит девушек завоевывать богатых мужчин. Так, вот об этом чуть позже и поподробнее. А пока у нас звонок в студии. Алло, здравствуйте. Откуда вы нам дозвонились? Как вас зовут? Алло, Суэкс, меня зовут Роман. Я просто хочу сказать, Алина Яна, вы безумная красотка, фантастическая, сногсшибательная, непревзойденная, таинственная, загадочная, волшебная. Нет слов, чтобы описать всю вашу красоту. Я буду красок. Я вас люблю. О, Боже! Ты нас просто укачал, Роман. Спасибо. Даже мне немножечко досталось, знаешь, от вот этого света, любви. Спасибо большое. Хорошего вам дня, Роман. Мне так приятно, что у меня есть фанаты. Ромка, ты молодец. Ой, простите, пожалуйста. В общем, мы с тобой говорили о втором блогере, который у тебя... О, Алина, а что-то слезы на глазах были. От счастья. Чтобы они всегда у тебя были слезы в глазах от счастья и от любви. И вот вторая девушка, она тебе рассказывала, как завоевать мужчину с деньгами, правильно, да? Да, то есть как нужно себя вести, как нужно преподносить, что вообще нужно этим мужчинам богатым. Не тоже даже богатым, а именно который входит в десятку порепс. Форепс, ага. Да, да, да. И что? Ну, она меня учила, учила, это по клипу. На самом деле, меня не нужно учить таким мужчинам. В общем, ну, так они и, в принципе, и не научили. В конце, в конце было просто все хэппи-энд. Я стала тем, кем я должна была стать звездой, кем в принципе я сейчас и являюсь. В общем, все было хорошо, было самое веселое, это именно сами съемки, именно отношения. Сколько вы дней снимали? Вы дней пять снимали? Ну, не, не такие же мы не профессионалы. Нет, ну, просто когда хочется, чтобы было много интересных, сочных моментов, то всегда не хватает. И поэтому могут съемки растянуться, и потом будет самый шикарный клип. Да, у нас много очень дней было. Четыре, просто разные локации, да? Очень много локаций было, потом еще в конце, уже последний день, когда должна была я просто одна петь, и все равно еще придумали, что-то еще придумали. О, вот эта вот красивая прическа, у тебя была такая секси, которая вот такая влажная прическа. Ну, мне тоже нравится. Моя девочка. Какая она называет, влажная или мокрая. И так, и так пойдет. Слушай, а мне еще так понравилось, как ты там как-то танцевала, прикольно, можешь меня научить, ты там, вот эти вот какие-то твои движения, вот покажи, как ты танцевала, вот сейчас мы, как ты так там двигалась, ну вот научи меня, у меня тоже скоро. Так ты? Нет, ты как-то как-то, как-то, да, 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 да. Давай петь что-нибудь, давай, давай ты споешь свою песню, я станцую под твою. Давай, а какой, рок-н-ролл пойдет, или ты не умеешь танцовать? Давай. Ты вчера на танцы клуб со мной не пошел, не умею танцевать, а рок-н-ролл, он для меня словно тяжкий рок, но кто же даст на первый танцевальный урок, буду я плясать без отдыха три дня, чтобы у нас снова ты любил меня, пока никого нет дома. Под грохот магнитофона учу старый рок-н-ролл, и плачут стены и пол, вдали я взгляд в людей, танцую с тенью своей. Мне кажется, очень красиво. А письма такая зажигательная у тебя, я прям вошла в кураж даже. Сегодня мы будем выступать, кстати, на арт-платформе, у нас будет на день флага сегодня концерт выступать разные артисты, приезжают, я как раз рок-н-ролл там буду петь тоже. Это хорошая песня. Да, а рок-н-ролл, он и в Африке рок-н-ролл, он всегда качает, поэтому это беспроигрышный вариант. Павел, какая ты хитрая. А я огня в том, что я что-то там придумываю. Да, расскажи, пожалуйста, ты же была в Лондоне и заняла какое-то место там на конкурсе красоты. Помнишь этот момент, когда мы тут в этой студии писали подводки на английском языке? И ты в итоге победила, молодец, там что-то какое-то место заняла. Расскажи вообще, как пришла такая идея туда полететь? Ну, на самом деле идея так невозможна, прийти необычному человеку, смертному, идея, если придет в голову. Они даже не знают об этом конкурсе, да, в помине? Нет, они знают этот конкурс, они смотрят его по телевидению, ну, только по телеку. Я не знала об этом конкурсе, например, а ты уже пошла и победила, понимаешь? Ну, я сначала, я выиграла, сначала я представляла Армению, свою страну родную, ну, я была там один раз, к сожалению. Вот, меня из всех, из всей страны выбрали самую красивую девушку, армяночку, и я поехала представлять мою страну Армению. Естественно, когда я там была, там очень много стран было представлено, но я была самая красивая. Впрочем, как и всегда, дорогие мои, я уже прям, прям, мне уж надоело быть самой лучшей, самой красивой. Ты как этот, Сережа Зверева. Нет, она так говорит. Алина, как сексуально я стою, ой, и стою, и излучаю секс, и вот он это, сейчас Алина тоже, знаешь, это заезженная пластинка, ну, я такая красивая. Ой, я всегда об этом говорю, чтобы вы об этом не забывали никогда. Кстати, корону я, ну, не стала одевать, думаю, ладно, буду сегодня поскромнее. Да, кстати, корону лежит, лежит, я видела, видела, да. Ну, ладно, не буду. Не украдет, никто там не унесет ее. Ну, я надеюсь, что нет. Ну, почему меня так напугало? Отвечательно, не ты будешь, на себя намекаешь. Да, да, да. И что, рассказывай, в итоге тебе подкинули идею, что существует такой конкурс. Ты заполнила анкету, приехала на какой-то там первый кастинг, наверняка там было несколько этапов, да? Да, несколько кастингов, да, было, да, и все, меня выбрали. Я поехала туда, я три недели там жила, я готовилась. То есть не то, что приехала, там уже подготовка была, проходки были, одежда, там очень много всего было, очень было круто. Девочки относились ко мне ревностно, но они даже между собой ревностно относились, как по телеку, дорогие мои друзья, показывают в фильмах, вот то же самое было. Там платье рвали мне, там воровали мои ботинки, там, ой, что такое не было. Ну, расскажи, чтобы подробнее. Да, воровали было, там, как рыдали, думая, что они самые красивые. Девчонки прям там жалко было, ужас. А они молоденькие все были, да? По 20, по 19, с чуть неустойчивой к счастью. По 23, 25, вот так вот, все вот такие вот были. И нет, ну, в любом случае, все, кто считают себя самыми красивыми и проигрывают, это очень тяжело для них просто. Ну, это морально, психологично. И еще когда ты, ну, такой, знаешь, юноша или леди молоденькая, конечно, это тяжело. Мы готовились, очень много готовились, и каждая из нас думала, что она самая лучшая. Просто нужно уметь иногда проигрывать, ничего страшного там нет. Для того, чтобы проиграть, ну, я считаю, что нужно идти вперед. Если ты будешь постоянно выигрывать, то тогда смысл уже остается, да. Нужно проиграть, чтобы потом выиграть намного круче в другой битве, намного, которая будет серьезней. Например, участие в конкурсе Мисс Мира. То есть, вот нужно к этому стремиться. А у тебя есть какой-то девиз по жизни? У меня иди вперед, никогда не останавливаться, идти на пролом. Но не по головам, да? Но не по головам ни в коем случае оставаться человеком. Это очень важно. Вокруг меня все очень хорошие люди, все доброжелательные и порядочные. То есть, если бы я шла по головам, вокруг меня были бы такие же говнистые люди. Ну, а скажи, вообще деньги в этом мире, как говорят, да, решают все-таки, как говорят, бабло побеждает зло. Есть такое? Вот я недавно с Соболевым смотрела программу, он говорит о том, что любой конкурс – это правила там такие, вот в кавычках. А все побеждают те, кто платит деньги за какое-либо место. Вот. И он раскрывал любые конкурсы, и детские, и взрослые, вообще все. Что просто так ничего не делается в конкурсах, все за деньги. Ну, нет, так на самом деле это неправда, потому что все-таки это наш мир и есть справедливость. Место не второе заняла, и не третье, правильно? Я заняла мисс… Зрительских семей? А как? Мисс экстравагантность. А, а еще там что было? Первый, второй, третий? Нет, и все. Ну, то есть было, да. И все, четыре места. Да, 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 мисс экстравагантность. Недостаточно того, что я заняла это место, потому что титул нашел свою хозяйка. То, если не я, мисс экстравагантность, ёптэть, да. Да, это был не мат. Алина, слушай, расскажи сейчас, что дальше планируешь, какие твои действия. У нас заканчивается эфир уже, мы с тобой все проболтали, просмеялись, но все сказали. Значит, друзья, смотрим клип «Алина, стой». Это первый клип Алины Ян. Второй клип «А я всего лишь женщина». С этим клипом Алина попала в раскрутку года на телеканале Russian Music Box. Сголосуйте за нее на сайте ВКонтакте и на сайте Music Box. 23-го у нас премия будет юбилейной. Мы узнаем, победила Алина в раскрутке или нет. Далее у нее сейчас идет работа над следующим клипом «Константин». Очень веселый клип. Действительно, обязательно посмотрите, когда вы примерно выход клипа. Через две недели будет. Но еще самое важное, что ты, наверное, не знаешь, я сама только недавно узнала, я буду вести в Сочи. А, точно. Я видела сегодня буквально дневники, сочинские дневники. Сочинские дневники. New Wave. Новые волны. Новые волны, да. Это для меня очень круто. Это такой уровень. То есть, каждая победа, которую я получаю, приглашение или что-то, что снимаюсь, я очень счастлива, безгранично. Но самое яркое впечатление в моей жизни, это, конечно, была красная ковровая дорожка. Это было очень круто. Я как раз только приехала в Москву. Зеленая еще, ничего никого не знаю. Видя только всех по телеку. И тут я попадаю на красную ковровую дорожку, представлена как ведущая. И тебя в зале показывали, ты рядом с Сережей с деревом сидела. Да, у меня, сейчас говоришь, у меня прям все тело в мраках. Вообще, это настолько все круто. Так поворачиваться. Потом это участие в конкурсе. Теперь новая волна. Ну, я думаю, что ты новую волну разнообразишь и поднимешь такой на новый уровень, именно смешной. Потому что у тебя на бэкстейже с Алиной Ян всегда вот эти вот шуточки-прибауточки. И, в принципе, если ты это сделаешь в дневниках новой волны, это тоже будет смешно, весело. Так что я тебе желаю удачи, чтобы все у тебя сложилось, чтобы ты победила раскрутку. Ладно уж, конкурентка. Спасибо. Пусть победа будет за тобой, потому что не знаю, кто там с тобой конкурирует. Да, никто. Никто. Алина Яна, и будет вам счастье, голосуем все за нее. Спасибо, что вы были с нами. Друзья, всем доброго дня и хорошей рабочей недели. А мы будем танцевать по отцамбу на песке с Даяной Брю. Всем пока, прощайся. Пока-пока. Скоро увидимся, родные мои, дорогие. Алина Ян, красотка Алина Ян. Подпишись на мой инстаграм. Алина Ян. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok